Нападение на журналиста Олега Кашина заставило объединиться российские СМИ. Право на свободу слова и безопасность теперь отстаивают многие журналисты страны. На этом видео показано, как двое неизвестных избивают Олега Кашина во дворе его дома в Москве. В ночь на 6 ноября журналисту нанесли 56 ударов арматурой. Состояние пострадавшего сейчас стабильно тяжёлое. Возбуждено уголовное дело. Преступники пока не найдены. Олег Кашин вёл расследование о российских националистических группах, молодёжных движениях, делал репортажи о спорном проекте автодороги через Химкинский лес. Российский журналист Алексей Венедиктов назвал покушение на коллегу запугиванием средств массовой информации. Запугивание и адресовано всем нашим коллегам. Потому что коллега, где бы он ни работал, всегда задевает чьи-то интересы. Интересы людей, у которых власть, интересы людей, у которых деньги, интересы людей, у которых сила – это профессиональный риск. Нападение на корреспондента издания «Коммерсант» в последнее время – одна из самых обсуждаемых тем. На сайтах многих российских СМИ проходит акция солидарности с Олегом Кашиным. Журналисты также составили послание, адресованное президенту страны. В письме говорится, цитата, «Мы просим приложить усилия для того, чтобы заработала 144-я статья Уголовного кодекса о наказании за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Только в этом году в России были убиты 8, совершены нападения на 40 представителей прессы». Конец цитаты. Преступления до сих пор не раскрыты. Под посланием свои подписи поставили более 36 тысяч человек. Я далек от мысли, что наши правоохранительные органы специально не раскрывают преступления, связанные с убийствами журналистов. Для них это дело десятое. Было во всяком случае. От Листьева, 1995 год, от Холодова, от Ани Политковской, а в последнее время Наталья Истемирова. Да их можно назвать десятка-два. Это резонансные только дела. А кто из вас знает, что в прошлом году было совершено 59 нападений на журналистов по профессиональному признаку? Да никто. В Москве перед зданием ГУВД на Петровке, 38, стоящие в одиночном пикете требуют найти и наказать заказчиков и исполнителей нападения на Кашино. Поддерживают московских журналистов и коллеги из регионов. Увы, в нашем обществе достаточно много людей, которые агрессивно относятся вообще к людям с другим мнением. И мне кажется, что власть должна обратить внимание на это. Если это не будет сделано, подобные агрессивные вещи будут нарастать. В ответ на требования журналистов президент России Дмитрий Медведев пообещал, что люди, которые напали на Олега Кашина, будут найдены. А члены Общественной палаты Российской Федерации предлагают ужесточить наказание за преступления против работников СМИ. Уже подготовлен соответствующий законопроект. НТД. Москва. Россия.